Здравствуйте! В эфире новости Альмитевска. В студии Елена Марданшина. Смотрите сегодня в нашей программе. Они в ответе за тех, кого обучили. Педагоги Альмитевского района собрались на торжественный вечер в честь Дня Учителя. Свой профессиональный учительский праздник я люблю, жду его. От совместного увлечения до крепкой семьи. Сегодня сыграла свадьбу пара серебряного возраста. Вот вместе занимаются до сих пор. Стали жить вместе. Дружить. Ну, стали жить. И для здоровья полезно, и в работе помогает. В Альмитевске прошел традиционный республиканский турнир по боевому самбо среди полицейских. Он премьер, Васильевич, всем. Молодой сотрудник, 10 сотрудников. Каким должен быть? Офицер. Пятого октября мы будем отмечать День Учителя. Накануне в Альмитевске прошел торжественный вечер в честь тех, кто выбрал своей профессией обучение и воспитание детей. В Альмитевском районе на педагогическом поприще трудится более 6 тысяч человек. В зале Дворца культуры Невче собрались лучшие представители системы образования. Молодые специалисты, педагоги со стажем, ветераны педагогического труда. Подробнее о торжестве расскажет наш корреспондент. Учитель – понятие широкое. Так можно назвать любого человека, который передает знания. Будь то математические формулы, навыки общения в коллективе или умение вышивать крестиком. Поэтому сегодня в зале Дворца культуры Невче не только школьные учителя, но и воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования, преподаватели вузов и техникумов. Кто-то только начинает свою педагогическую карьеру, а у кого-то она насчитывает не одно десятилетие. Но схожи эти люди в одном. Они способны заглянуть в будущее и творчески подойти к решению самой сложной задачи. Я вас поздравляю еще раз с вашим профессиональным праздником. Желаю вам профессиональных успехов реализации в детях, в реализации тех граждан, которые станут на наши рабочие места, станут руководителями. Я уверен, что наши достижения нашего района позволят сделать так, чтобы качество системы образования, воспитательный компонент, он был примером в том числе и для многих других городов и районов республики Ватарстан. Благодарность за вклад в развитие системы образования и воспитание подрастающего поколения была не только словесной. Учителей-предметников, педагогов начальных классов, воспитателей детских садов наградили почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации и Республики Ватарстан, Совета и Исполнительного комитета муниципального района. Особо отличившихся отметили нагрудным знаком за заслуги в образовании. Получили свои награды школой, занявшие наибольшее количество призовых мест на предметных олимпиадах «Малая медведица» и «Большая медведица», а также добившиеся высоких результатов в спартакиаде школьников. Номер один за одно региональное и десять республиканских призовых мест. Каждый, кто пришел сегодня на праздник, вкладывает в учеников душу и сердце. И многими здесь можно гордиться. Уже потому, что они столько лет остаются верны своему нелегкому делу. Учитель истории и общества знаний школы номер 10 Зухра Аминова трудится в сфере образования более 30 лет. Долгие годы она работала в Оренбургской области. Теперь она живет и работает в Альметьевске. День учителя для нее один из самых светлых дней в году. Свой профессиональный учительский праздник я люблю, жду его. Время, когда мы, как никогда, от своих учеников, коллег, можно больше получаем внимание, признание, любви, доброты. Педагоги специальной коррекционной школы-интернаты имеют дело с особым контингентом. И надо очень сильно любить свою профессию и детей, чтобы справляться с огромным количеством трудностей и неожиданностей, проблем, которые возникают ежедневно. И коллектив школы-интернаты состоит именно из таких педагогов. У нас школа непростая, поэтому и детки тоже непростые, сложные. Но моя работа нравится мне, и мы со всем справляемся. Самое главное – это умение, труд, терпение, ну и любовь к детям. Работаю я уже педагогом 24 года. Вот скоро уже будет 25 лет, как в этой области, педагогом работаю. Мои обязанности входит подготовить детей к школе. Самое главное – чтобы детки потом учились в начальных классах, в средней школе. На торжественном вечере звучала хорошая музыка, теплые слова и пожелания в адрес учителей. Ведь педагоги – это люди с открытой душой, с добрым сердцем. И праздник для них получился душевным и искренним. К другой теме. Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Профилактика – это наиболее действенный способ борьбы за здоровье. Но и профилактика может быть разной. Это не только закаливающие и укрепляющие процедуры, но и участие в увлекательных акциях. О том, какой метод профилактики предлагают специалисты республиканского спид-центра – в следующем сюжете. Не бороться с последствиями неправильного образа жизни, а вдохновить на здоровый и активный. Такую задачу перед собой поставил спид-центр республики Татарстан в этом году. Мы решили пропагандировать не борьбу с болезнью, а ровно наоборот. Мы считаем важным, чтобы люди дорожили и своим настоящим, и своим будущим. Жизнь прекрасна, она наполнена счастливыми мгновениями. Показать, какой яркой и насыщенной может быть жизнь – такая цель конкурса «Мы – здоровая нация». Участникам нужно всего лишь прислать свою фотографию с концерта, путешествия или во время занятия спортом. Главный приз – зеркальный фотоаппарат. Также каждый месяц один из участников выигрывает профессиональную фотосессию. Одной из счастливчиков стала Ляля Гайфулина. Данный конкурс заинтересовал меня тем, что он является фотоконкурсом, а я люблю очень фотографировать и делиться своими фотографиями. И тема такая была очень интересная – «Здоровая нация». Очень люблю фотографировать какие-то спортивные мероприятия, эмоции людей. Мы любим с семьей путешествовать. Я тоже решила поделиться фотографиями с путешествием. Мы ездили в Крым в этом году. И пару фотографий на тему спорта. К конкурсу уже присоединились деятели культуры и спорта Татарстана. Среди них заслуженная артистка республики Алсу Абульханова. Как мама двоих детей, я считаю, что этот конкурс очень необходим. Когда это принимает вот такой оборот общественный, массовый, это тем более ценно, потому что каждая семья и каждый родитель у себя в своей ячейке прививает своим детям и моральные ценности, естественно. Мы учим только добру. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они выбирали правильные решения, чтобы они шли по правильному пути. И когда общество еще способствует этому, конечно, это очень важно. Работы принимаются до 26 ноября. Итоги подведут 3 декабря. Подробная информация на сайте конкурс.инфоспи.ру Это еще не все новости. Смотрите далее в нашей программе. От совместного увлечения до крепкой семьи. Сегодня сыграла свадьбу пара серебряного возраста. И для здоровья полезно, и в работе помогает. В Альметьевске прошел традиционный республиканский турнир по боевому самбо среди полицейских. Любви все возрасты покорны. В Альметьевске сыграла свадьбу пара серебряного возраста. Церемония состояла сегодня во дворце бракосочетания. Молодожены решили узаконить отношения после 7 лет знакомства. История о том, как общие увлечения помогли создать семью. В материале Татьяны Леонтьевой. Прошу ответить, вас, жених. Да. Ваша тябрь невеста? Конечно. С вашего соединенного согласия брак ваш регистрируется. Эти счастливые молодожены – Габас Исрафилов и Галина Куприянова. Сегодня у них свадьба. Для жениха это первый брак. А его избранница уже бывала замужем. Есть дети, внуки. Но оба считают себя молодыми. И секретом своей молодости называют любовь к друг другу, окружающему миру и спорту. Всех мы любим. И нас все любят. И поэтому у нас хорошие отношения. И спорт любим. Вместе Габас Габдулович и Галина Васильевна с 2011 года. Познакомились благодаря общему увлечению. Оба ходили на занятия в спортивно-оздоровительный клуб «Импульс». Спустя время совместные занятия спортом переросли в романтические отношения. Пара признается, что искра между ними пробежала сразу же. Вот вместе занимаются до сих пор. Стали жить вместе. Стали вместе жить. Дружить и жить. Ну, стали жить семьей. Живем одной с семьей, дружно. И вот решили узаконить свои отношения. Сегодня пара принимает поздравления от родных, друзей, одноклубников и Совета ветеранов. Все они, кажется, рады созданию нового союза не меньше самих молодоженов. Поздравляем! 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 Татьяна Леонтьева, Булат Загидолин, Альметьевск ТВ. К происшествиям 3 октября 2018 года в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение от жителей Альметьевска. По их словам, во дворе дома 63 по улице Маяковского автомобиль ВАЗ-2109 въехал в стоящую машину. Инспекторы прибыли на место и выяснили, что водитель, находившийся за рулем девятки, не имеет водительских прав. 21-летний нарушитель в тот вечер находился за рулем автомобиля своего знакомого. Также, по словам инспекторов, он был не трезв. Нарушитель задержан, автомобиль испомещен на штрафстоянку. И о спорте. В девятый раз в Альметьевске проводятся соревнования по боевому самбо в рамках турнира памяти Владимира Аполлонова. 32 команды из разных уголков республики приехали, чтобы не только выяснить, кто лучше владеет боевым искусством, но и чтобы почтить память сотрудника милиции, трагически погибшего на боевом посту. Как проходили соревнования, расскажет наш корреспондент. Соревнования начались с приветственных и напутственных слов. Для тех, кто на турнире впервые, небольшая история. Владимир Аполлонов, оперативник уголовного розыска, погиб при исполнении служебных обязанностей в марте 1994 года. Тогда, ранним весенним утром, он был назначен в группу по поимке особо опасного преступника. Ценой своей жизни он помог коллегам схватить злоумышленника. Из 2009 года этот турнир носит имя героя. По признанию коллег, настоящего офицера. Он пример, Васильевич, всем молодым сотрудникам, 10 сотрудников, каким должен быть офицер. Участников поддержала и вдова Владимира Аполлонова, Ирина. Она отметила, что занятия спортом и здоровый образ жизни – это всегда полезно. Особенно, если это еще и помогает в работе. Боевое самбо – один из самых функциональных видов единоборств. Удары руками и ногами, броски и захваты – и все это в связке. Комплекс был разработан для сотрудников внутренних войск еще в далекие 30-е годы. С тех пор самбо считается пусть и необязательной, но очень важной составляющей в физической подготовке правоохранителей. Прикладной вид, который необходим для сотрудников полиции в борьбе и в последней жизни, и в оперативной обстановке для выполнения оперативных задач. Это не единственное первенство, где полицейские могут посоревноваться с коллегами. Ежегодно проводится всероссийский турнир, на котором в этом году сборная республики заняла второе место. У каждого из участников свой метод и свой стиль. Это видно даже по разминке. Кто-то делает ставку на удары, кто-то готовится проводить сложные броски. Все спортсмены – действующие сотрудники полиции, и тренировки им приходится совмещать с ежедневной службой. А у многих есть спортивное прошлое – борьба, бокс и другие единоборства. Помимо этим, борьбой здесь занимался. Сейчас недавно начали боксингом заниматься. Подготовка шла у себя в спортзале, ну, на работе. Ну, соперники очень сильные, и иногда приходится прям сильно потрудиться, чтобы выиграть. Соревнования велись по олимпийской системе. Проигравших в схватке выбывал победитель, выступал дальше. Затем уже победители сходились в единоборстве. Турнирная таблица редела до тех пор, пока не выявилась тройка лучших в восьми весовых категориях. Самые легкие самбисты – до 57 килограмм. А самые тяжелые – бойцы весом более 100 килограмм. Также на соревнованиях оценивались и команды. Победителями в командном первенстве в своих группах стали команды Нижнекамска, Набережных Челнов и Сабинского района. Напоминаем, что продолжается прием заявок на конкурс «Созидание и творчество», который наша телекомпания проводит совместно с Департаментом экологии. Свои интересные идеи по решению экологических проблем вы можете присылать на электронную почту Департамента с пометкой «Конкурс». Заявки принимаются до 22 октября. А сейчас о погоде на пятницу. 5 октября в Альмитинске будет малооблачно. Обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью – 4 градуса, днем – 12. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова